Славьи Бог, разумей, язвиси, и покоряйтесь, яблославьи Бог. Здравствуйте, наши дорогие друзья, зрители телеканала «Союз» слушали радиостанции «Воскресенье». Сегодня в нашем эфире вновь программа «Архипастырь», и на ваши вопросы отвечает архиепископ Екатеринбургский Верхотургский Викентий. Владыка, благословите наши телезрители, радиослушатели и начало нашей беседы. Бог благословит наши. Ну а начнем мы нашу передачу по традиции, с вопросов, которые поступили заранее, а также остановимся на наиболее значимых датах церковного календаря. Владыка, и первый вопрос. Почему на телеканале «Союз» в чтении Евангелия у отца Анатолия Куликова и у отца Евгения Попеченко и Петрахиль бывают разного цвета? Валентина, город Галич. Ну это не имеет никакого символического значения. Это просто так один из священников имеет вот этот и Петрахиль, он постоянно его одевает, а другой другого цвета. Тут нет такого какого-то определенного закона или там правила, или там значения. Он мог одеть и другие цвета, это вот имеет значение. Владыка, могут ли люди без богословского образования заниматься катехизаторской работой в храме? Спрашивает Ольга из Екатеринбурга. Если вот этот человек получил катехизаторское образование, у нас есть сейчас катехизаторские курсы при епархии, есть училище для катехизаторов, есть миссионерские курсы. Так что есть возможность получить знания, образование и быть таким уже знающим, понимающим преподавателем церковно-прикадских школ на различных наших приходах. И в то же время быть катехизатором в храме. Но это все по усмотрению священника, настоятеля. Он же там знает своих прихожан, конечно, он не допустит, чтобы катехизатор был человек, который не знает ничего. Что он будет говорить, что он будет делать, в какой смысле. Катехизатор для того, чтобы учить, чтобы дать знания, чтобы воодушевить человека на духовную жизнь, на церковную жизнь, на то, чтобы оставить те или иные свои пороки, грехи, привязанности, слабости и так далее. И вот это его задача. Если он не знает, что нужно говорить, то, конечно, он не сможет. Поэтому это все, я думаю, что священник знает своих прихожан и может назначить того, который может это все сделать правильно. Почему в конце Божественной Литургии звучит фраза «А сейчас, кто сегодня причастился, прошу выслушать благодарственные молитвы ко Святому Причащению»? Роман «Город Березовский». Те, которые причащали, причащаются, то должны благодарить Бога за то, что Господь сподобил их такого великого таинства, великого радости Бога общения, соединения со Христом в таинстве тела и крови Христовой. И есть специальные благодарственные молитвы, которые должен читать причастник, тот причастился к Христову, а он должен читать эти молитвы сам. Или в церкви предлагается, чтобы один человек читал для всех, а все остальные слушали. Слушали внимательно и молились, и благодарили Бога за то, что Господь дал им такую радость. Поэтому это обязанность каждого, и знать, быть благодарны Богу за его милость, что Господь сподобил этого. Это тоже милость Божия. Поэтому, если вы не хотели в церковь читать, то нужно обязательно прийти домой и почитать благодарственные молитвы. А если есть время, вы можете побыть в храме, то, конечно, лучше в храме, чтобы не рассеиваться, сразу после причастия послужить благодарственную молитву, а потом уже идти домой. Вот как нам дозвонил телезритель из Тольятти. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, Владыка. Бог благословит. Раба Божия Светлана из города Тольятти. Вопрос такой. Почему некоторые приходы в настоящее время не принимают записки из-за упокоения близких, которые не были выцерковлены? То есть задается вопрос, сколько раз причащались, сколько раз ходили в храм. Вот конкретно ставится так вопрос. Ну, тут, видите, нужно так понять, что есть пожелание, чтобы как-то подвинуть людей к тому, чтобы они полюбили церковную жизнь. Чтобы они более воцерковлялись. Потому что, к сожалению, у нас очень много в нашем Отечестве есть крещеные, но не выцерковленные. Люди, которые считают себя православными, верующими, но в церковь не ходят. И это очень плохо. И поэтому некоторые батюшки, желая их как-то дело это исправить, то они вот и принимают некоторые такие меры более строгие, чтобы как-то немножко подвигнуть, что ли, вот так, человека к тому, чтобы он немножко был повнимательнее к себе и начал жить более церковно и ответственно, что он обязан, ответственность за то, что он обязан, обязан ходить в церковь в праздничные и воскресные дни. Это наш долг, это наша обязанность, это наша необходимость, потому что без Бога, как мы говорим, не до порога. И мы приходим в церковь для того, чтобы получить от Бога ту силу, ту помощь, то воодушевление для дальнейшего труда и подвига над своими страстями и похотями, на то, чтобы могли бы удержаться от всяких соблазнов, которые очень нас много окружают, и могли бы устоять в добре и удаляться от зла. Это довольно непросто, и люди понимают, что это нужно человеку, поэтому и есть какие-то такие требования. Но, в принципе, конечно, другие люди по-другому немножко думают, что они записывают своих родственников, которые даже не ходят в церковь, не возрождены, с целью, чтобы по молитвам в церкви Господь посетил их, и чтобы они могли стать церковными. Поэтому тут есть вот такая разная подхода к этому делу. Поэтому нужно и в данном случае вам что? Что в какой-то степени подвигает вот такие условия? Чтобы вы потрудились больше, потрудились и поработали со своими близкими, родными людьми, чтобы их привести к церковь, воцерковлять. Потому что, действительно, это вопрос не только священника, архиерея, а вопрос каждого христианина, который должен, обязан постараться, чтобы помочь близнему своему, чтобы он тоже уверовал в Бога, приобрел бесценный дар Божий, вера Христова, приобрел любовь к Богу и старался жить по церковному, и ходил в церковь. Мы должны и других постараться привести к такой жизни, не только сами, а и другие. Поэтому вот есть такое побуждение, побуждает вот этим, вот этим самым побуждает, чтобы как-то потрудились вот над благополучием своих близких, родных, приблизывая их к церковной жизни. Благоспасибо. У нас звонок из Невьянска. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Бог благословит. У меня вот такой вопрос. Это Ефимия звонит из Невьянска. У меня муж сильно пьет, мы венчаные. Он был закодирован, и сейчас кодировка закончилась. У нас жизнь начала с такой ад семейной. Что нам вот делать? Можно ли ему закодироваться еще раз? Или что-то мне предпринять? Он вообще сказал, если мне батюшка ответит, то я не буду пить. Я так счастлива, что я попала в эфир. Я вот как говорю, что надо прекращать пить. И то, что прекращать не пить уже все. С этого дня надо заканчивать это злое дело и прекратить пить. Потому что в данном случае для вашего мужа спиртные напитки являются ядом. Яд, который потом приводит в ад. Поэтому нужно молиться Богу и попросить помощи, благословения у Бога. И принять такое решение, что больше к спиртным напиткам не обращаться. Вот очень все просто. Нужно принять такое твердое решение, что это зло, что это пагуба, что это есть медленное самоубийство. А самоубийство – это беликий грех, который есть, к сожалению, в нашей жизни. И мы должны бояться этого греха винопития, выпивания спиртных напитков. Потому что это есть страшный грех и страшное преступление. Тем более, что Господь сказал, что ни один пьяница Царство Божие не наследует. Если вы человек верующий, боитесь Бога, и знаете, что после этой жизни есть вечная жизнь, то там ждет мучение. А мы должны стараться здесь жить, чтобы достигнуть радости и блаженства Царства Божьего. Если вы постараетесь это сделать с Божьей помощью, то вы получите большую радость, большое утешение, большую благодать Божию, которая будет вас окрылять, водушевлять, оберегать от всякого зла, и будете иметь большое счастье здесь, на земле, а в будущем еще великое блаженство. Поэтому Бог помощи прекращать с сегодняшнего дня пить спиртные напитки. Соки, вода, прекрасные напитки, которые самые полезные, самые нужные для здоровья человека. Владыка, есть бесноватые люди, но батюшки сегодня не отчитывают. Что делать? Спрашивает Татьяна из Липецка. Да, есть такая у нас проблема, что есть много бесноватых, но и это нужно не отчитыванием исцеляться от беснования, а нужно исцеляться от беснования исправления своей жизни, и изменения своей жизни. Постараться, во-первых, конечно, покаяться в своих грехах, принести плоды достойной покаянии, жить вот такой жизнью евангельской, воплощать в себе вот эту все идеалы христианской жизни потихонечку. И тем самым человек освободит свою храмину от бесовской силы, потому что бес не может жить в чистоте духовной. Он там, ему не место. И чем больше мы будем очищать свою душу покаянием и исправлением своей жизни, тем быстрее мы исправимся от этого недуга бесовского. Вот что нужно. Потому что одно дело, когда мы отчитываем, это просто по молитвам батюшки совершается, и, конечно, Господь помогает. Но сам человек еще не готов к тому, чтобы жить благочестиво, и он, конечно, после этого вновь впадает в тельные грехи, и потом враг на него нападает еще с большей силой. И последний становится хуже, чем первый. Поэтому нужно сначала подготовиться духовно и очистить свою душу. Потом уже молитва церкви... То есть молитва церкви должна сопровождаться с самого начала и до конца. Но вот начало исцеления, вот начинать вот именно с себя, с исправления своей жизни. И тогда Господь поможет и изгонит вот этого злого духа, который мучает человека. Будут ли поминаться грехи, которые исповедовали в храме на страшном Божьем суде? Татьяна, город Киров. Ну, мы до того и исповедуем, и бывает очень даже тяжело исповедить очень тяжкие грехи, чтобы потом на страшном суде не быть осужденными перед всем миром. Поэтому, когда мы думаем о том, что вот сейчас я скажу пред батюшку только один на один, это одно. Когда там весь мир будет смотреть на мои грехи, то это еще стаднее будет. Поэтому, конечно, если человек будет стараться здесь исправляться и каяться, то Господь уже не вменит этот грех на страшном суде, и Господь оправдает его за его покаяние. Владыка, почему мы обращаемся во всех молитвах к Богу на Ты? Правильно ли это? Надежда, город Набережной Челны. Да, это правильно, потому что мы знаем, что Бог един, по существу на троечных лицах. Если бы мы говорили «вы» на Бога, то получается, что много Божие. Мы бы исповедовали таким образом, что Богов много. А мы исповедуем, что Бог один. Поэтому мы говорим в молитвах, обращаемся к Богу на Ты, и тем самым исповедуем Единобожие, Единство Божие. Вот поэтому вот так мы молимся и обращаемся к Богу. Так у нас звонок из Тулы. Алло, здравствуйте. Батюшка, благословите. Бог благословит. Я хотела задать такой вопрос. Как мне приобрести послушание у родителей? Да, очень хороший вопрос. И я хочу пожелать помощи Божией, чтобы действительно получить вот это важное добродетель, послушание к своим родителям. А подвигается, мы можем подвигнуться к этому послушанию, исполняя заповедь Божию, которая говорит, «Чти Отца Твоего и Матерь Твою, и благо Тебе будет, и долголетен будешь и на земле». Вот если мы хотим, чтобы у нас было всё хорошо на земле, чтобы у нас всё было благо, и чтобы мы хотим, чтобы жить долго на земле, в здравии, благополучии, в радости и утешении, то нужно слушаться своих родителей. Нужно почитать их. Нужно их уважать. Нужно выполнять всё их послушание, которое даётся своим детям. Потому что дети – это что? Это те люди, которые только начинают свою земную жизнь, и ещё много не знают трудностей этой жизни. А родители уже прошли много трудностей, много испытаний, прошли много бед, скорбей, и они могли бы на своём личном опыте избавить своего дитя, своего сына, свою дочь от многих бед и напастей. А дитя, которые непослушные, она думает, что отец ничего не знает, ничего не понимает, и он тут требует, что не должно требовать. Он требует то, что полезно для человека. Молодой человек думает, что это не совсем полезное, а отец думает по-другому. Поэтому, чтобы не было такого непонимания, лучше отречься от своей воли, от своих помыслов и полностью довериться своему отцу или матери. И знать, что отец, он опытный, знающий, понимающий, а я ещё только начинающий. Поэтому я должен, обязан, обязан слушать своих родителей, быть в послушании к ним. А послушание воли Божьей – это что? Это есть отречение от своей воли. И когда человек отрекается от своей воли, то он укрепляется в смирении. Он тем самым избавляется от гордыни своей. А где гордость, там нет благодать Божия. А где есть послушание, есть смирение, там благодать Божия, которая даёт нам радость, утешение и покрывает от нас, от всех бед, напасти, от всех наведов вражьих и так далее. Вот видите, сколько блага, сколько добра, сколько пользы имеет послушание к своим родителям. У нас сейчас в нашей стране, в нашей жизни, к сожалению, очень много молодёжь, молодёжь очень страдает, мучается за то, что они преданы самим себе. Они не хотят слушаться своих родителей. Они полностью желают быть свободными. А освобождаясь от подчинения или от послушания к родителям, они впадают в рабство своим страстям, своим грехам. И, конечно, нести эту тягу, от тягу своих страстей очень тяжело. Поэтому лучше всего самого детского возраста. Вот как мы сейчас вспоминали, говорили о воспитании, которое имела Божья Матерь от Раковицы Мария, которая была послушна воле своей, своих родителей. И когда родители сказали, что вот мы обещали тебе отдать Богу, ты должна идти в церковь и там молиться, и жить при церкви, она не сопротивлялась, а с радостью восприняла вот эту весть своих родителей, подчинилась, послушалась их, и пошла и начала жить с Богом и в беседе с Богом. И она, вот видите, достигла такого высокого совершенства, которое является честнейшим Херувим и славнейшим без сравнения с Серафим. Поэтому послушание или подчинение воле своих родителей это великое благо. Как я уже сказал, и это благо на земле, и долголетие. Как вот сейчас обычно говорят, какой секрет долголетия. Вот секрет долголетия. Секрет долголетия это есть послушание своим родителям, почитание своих родителей. Если мы это будем делать, то Господь даст много лет на земле. Если мы это не делаем, конечно, вот смотрим на сегодняшнюю молодежь, они очень быстро умирают. 30-40 лет уже их нет. У нас очередной звонок. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Роба Божия Галина из Подмосковья. Благословите, Владыка. Бог благословит. У меня такой вопрос. У меня погиб, вернее, умер сын от алкогольного отменения. Он не мог совладать с собой постоянно. Вот я сейчас слышала, что такие люди попадают в тяжелые муки в ад. могу я что-то сделать? Ведь он сам за себя постоять не может. Ничего не может ни исповедоваться, ни покаяться. А что могу я сделать для этого? Вы знаете, что мама имеет очень большую силу и возможность. Есть такое выражение, что молитва матери из глубины ада может возвести своего сына или дочь. Поэтому ваша молитва очень приятна Богу и очень полезна для вашего сына. Поэтому непрестанно и неустанно и безропотно и с глубокой верой в Бога в милосердии Божьем молитесь за своего сына и Господь даст ему облегчение или избавление даже от этих адских мучений, которые может быть он попал за свои грехи. Поэтому старайтесь молиться, старайтесь жить церковно, благочестиво, исполняйте волю Божию, которая заключена в евангельском повествовании, в евангельском учении. Постарайтесь, может быть, кого-то из ваших близких, родных отвратить от ложного греховного пути. Если вы не смогли, к сожалению, своего сына отвратить от этого греховного пути, что привело его к этой смерти страшной, то постарайтесь другим помочь, чтобы на вас исполнились такие слова Священного Писания, которые говорят, что отративший душу от ложного пути, спасет душу своей смерти и покроет множество грехов. Если вы это сделаете ради вашего сына, то я думаю, что Господь помилует и вашего сына, чтобы очистить его душу от смерти греховной и дать ему вечную радость. Поэтому вот есть возможность, не отчаивайтесь, есть возможность как-то с Божьей помощью потрудиться на этой земле, чтобы самим спастись и сына помочь, и может других еще привести к его спасению. мне кажется, что наступило время совмещения календаря церковного со светским, григорянского с юлианским. Особенно чувствуется необходимость этого во время новогодних праздников, когда президент страны поздравляет с наступлением нового года, а мы не можем откликнуться на события соответственно. Из-за этого многие даже не соблюдают рождественский пост. Может ли это быть, как вы думаете, Сергей, Санкт-Петербург? Да, каждый год, когда перед Новым годом вот этот вопрос вновь и вновь поднимается, но мы отвечаем, что мы должны поставить на первый план не наши вот такие земные и вот такие наши пожелания, но думать более высоко и более полезно для нашей души, для нашего спасения. Потому что, да, Новый год попадает в постное время, но потому что есть такое смешение, то есть два календаря, но если человек твердо стоит трудится над своей душой и думает о своем спасении, то ему не помеха встречать Новый год в молитве, в покаянии, в надежде на милосердие Божие, что Господь благословит этот Новый год своей благодатью. сейчас очень много есть такие люди, много приходов, не только в нашей Екатеринбургской епархии, других епархий, когда с 31 на 1 люди собираются в церкви, молятся, причащаются, исповедуются, причащаются, вот таким образом отмечают наступление Нового года, то есть встречают молитвой. Я думаю, что это даже самый лучший, потому что действительно мы не знаем, что нас ждет в следующий год. И мы просим в наших вот таких молитвах, чтобы Господь благословил грядущее лето миром, благополучием, радостью, успехом в наших трудах и, конечно, нашими духовными достижениями в нашем таком возрастании духовном. Когда же человек предается в эту ночь различным увеселением, наслаждением, удовольствием, таким греховным, то этим самым он не делает этот предыдущий год счастливее. Наоборот, омрачает грядущее лето, потому что вот это чрезмерное увеселение и пьянка, она приносит только зло человеку, который это делает окружающим мир, окружающим людям и окружающим миру даже. Потому что грех влияет не только на самого человека, даже на окружающую природу. Поэтому это есть как раз возможность проявить свой характер, проявить свою настоящую веру в Бога. Что да, есть одна часть людей, которые в эту ночь бесчинствуют, беснуются, как вот еще можно сказать в слове Иоанна Златоустого, но есть люди, которые серьезно относятся к жизни и хотят, чтобы эта жизнь была счастливой, настоящей, чтобы эта жизнь была благословенной Богом. И поэтому они отмечают Новый Год именно вот молитвой и постом и воздержанием. Это ничего такого страшного. Это тоже есть радость. Вот это настоящая радость, когда человек именно таким образом отмечает грядущее лето, именно вот с таким чистотой своего сердца. И благодать Божия и радость этого посещает больше даже человек, чем тот, который веселится и тут прямо выходит из себя вот этой какой-то непонятной радостью греховной. Вот поэтому есть сейчас выбор. Кто желает так, пожалуйста, кто желает по-другому, есть тоже возможность. Поэтому чем больше будет выбора людей к тому, чтобы встречать Новый Год достойно, по-христиански, то я думаю, что счастливее и благополучнее будет грядущее лето. И то, что к сожалению некоторые думают, что чем веселее или радостнее и торжественнее будет отмечать вот эту ночь, что таким будет год грядущий. это ошибка, это неправильно. Потому что не это гуляние и вот эта развращенность приносит счастье человеку или обществу, а вот именно чистота жизни человека приносит благословение Божие. Время нашей сегодняшней передачи подходит к концу. Благословите наших телезрителей и радиослушателей на продолжение рождественского поста. Я хотел всех, дорогие братья и сестры, поздравить с уже наступившим рождественским постом. Это для нас особые дни, когда мы должны обращать внимание на свою душу, на свою жизнь, определить, что у нас есть хорошее, что есть доброе, и постараться с Божьей помощью то злое, которое тоже у нас есть, мы могли бы ее очистить, омыть постом молитвам, молитвой к Богу, который имеет власть и силу нас прощать, нас очищать, а когда Господь увидит наше доброе устремление к этому нашему очищению, что мы сами стремимся к чистоту своей жизни, то Господь придет к нам своей милостью и даст нам прощение греков, даст нам очищение нашей души и радость общения с Богом. Славьи Бог, разумейте язык, и покоряйте всем я послава Минь Бог, Минь